Сейчас подожди, сейчас нас Коля будет ругать, потому что это он основатель, а я дизайнер бренда. Ага, дизайнер бренда. Мы можем переписать, а можем просто сказать, Коля, не ругай её, пожалуйста, это я писала. Окей, Алиса дизайнер бренда, я основатель Коля, но Колю мы не позвали, позвали Алису. Ну вообще, я хочу немножко представить и рассказать, что вообще это один из моих любимых брендов одежды, и это можно очень легко отследить по моим рилз, потому что почти все мои залетевшие рилз, они именно в вашей одежде, благодаря тому, что люди в комментариях пишут, что это, где это купить, дайте ссылку, дайте артикул, это продаётся на ВБ, я хочу это купить. И знаете, доказательство любви, это когда люди голосуют рублём, о чём мы с тобой говорили, носят бренд, то есть можно сколько угодно рассказывать, как я люблю, там, не знаю, но не иметь ни одной их сумки, а можно вот так вот снимать бесконечное рилз, и даже в этом платье я уже за неделю вышла, ну, наверное, раз пять. Те, кто слушают нас на аудиоплощадках, не видят, в чём я одета, но поверьте, это то, что хочется носить, то, к чему хочется быть причастным. И вот сегодня я как раз хотела бы поговорить как раз о том, как создать бренд, к которому ты хочешь быть причастным, как создать вау-продукт, когда у тебя вот логотип на груди, тебе это нравится, когда у тебя наклейка на телефоне, когда ты покупаешь плед, у меня есть ваш плед за 30 тысяч рублей, да, и, знаешь, во многих компаниях люди дарят пледы, чтобы хоть кто-то там, не знаю, им пользовался, а вот есть бренды, у которых пледы покупают. И я думаю, что ваш бренд как будто продвигает себя сам, его продвигают люди благодаря сарафанному радио, и вау-маркетинг начинается с вау-продукта. Вот давай об этом и поговорим, как создать такой классный продукт. Расскажи для начала, как родился монохром. Это у нас на фоне песни. Песни моей младшей дочери. Секундочку. Блин. Это был далёкий какой-то. Это был далёкий. Вообще, изначально это всё организовал мой муж, придумал название бренда. Блин, он тут, наверное, сидит, слушает. Нет, он ушёл, поэтому рассказывай всё, что хочешь. Всё ура, всё ура. Он изначально придумал название, придумал вообще типа концепцию бренда. И изначально этот бренд был не про одежду, а про дизайнерскую полиграфию. Если кто вдруг не слышал уже 1505 раз мою историю, то мы с моим мужем познакомились через Инстаграм. Оказывается, что через Интернет тоже бывают семьи и довольно-таки крепкие. Он мне написал в Инстаграм с предложением сделать для моего шоурума, у меня на тот момент, с подружкой, с Ксюшей Смо, которая известный стилист, мы вместе сделали свой небольшой такой шоурумчик. И о том, что молодые начинающие дизайнеры давали нам свои вещи, ну типа вешали свои вещи к нам в пространство за маленькую-маленькую арендную плату. И супер-бонусом было то, что мы были обе стилистами, кто работал в основном с артистами. И вот чтобы, если ты начинающий дизайнер, как тебе попасть на съёмку к артисту? Круто. Ты можешь заплатить много денег за съёмку, ты можешь заплатить много денег за рекламный пост в известной соцсети, либо ты можешь зайти, это я всем на самом деле об этом рассказываю, что это самый, во-первых, дешёвый, во-вторых, простой и супер-скоростной способ, как тебе зайти к артисту. Тебе нужно зайти через его стилиста. И вот таким образом мы с моей Ксюшей набирали молодых дизайнеров, не супер-известных, но чтобы мы её могли с нашими артистами каким-то образом использовать. И у нас был, ну, такой известный шоурум в Москве, и вот Коля написал мне в Инстаграм, что можно я вам сделаю ежедневник, типа, для шоурума. Какой хороший способ познакомиться с девушкой. Мы были на самом деле знакомы, ну, так постольку-поскольку, потому что мы оба из Зеленограда, и там все друг друга знают, и вот, ну, типа, он мне написал, вообще, я уверена, знаешь, не с какими-то там намерениями, а чтобы реально прорекламировать свой продукт. И я такая, да-да-да, конечно, можно, делай, вообще не проблема. Прошло какое-то время, он звёз меня, я была стилистом на показе, и я его пригласила на показ, чтобы он мне просто передал этот ежедневник. И как-то после этого показа мы начали общаться, вообще, просто, по-дружески. И как-то закрутилось, завертелось. Ежедневник классный был. Ежедневник был классный. Вот, и мы начали общаться, дружить, постепенно начали встречаться, и я видела, что он делает эти ежедневники дома, у него стоял станок, он резал бумагу, печатал эти титульные листы, и мне, собственно, этих тетрадок, ежедневников, мы начали для многих артистов делать мерч. Вот, и с того момента, наверное, это мы год где-то встречали, да, примерно год мы встречались, и вот примерно в то время он сделал, это вообще была его, на самом деле, идея. У меня не было никогда амбиции, там, стать каким-то великим дизайнером или кем-то. Я пробовала делать одежду, но в основном это, там, концертные костюмы, какие-то, там, костюмы на выход или ещё что-то, но никогда не было такого, что вот, там, я сейчас сделаю свой бренд, и вот давайте мы что-нибудь сделаем. Никогда такого не было. Один раз в жизни я купила какой-то кусок ткани, какой-то, там, кэш-футболки, и, опять же, ничего не предвещало вообще, что мы сейчас, там, что-то сделаем. И как-то, там, слово за слово, и мне Коля говорит, слушай, а вот ты не хочешь попробовать, ну, типа, одежду сделать? Я говорю, если честно, ну, никогда прям вот такого вот прям супермысли не было. И это было реально вот такое пальцем в небо, абсолютно случайная история. Из-за того, что я была мать-одиночка, он тоже занимался не, там, каким-то супер... Супер, знаете, как потом вставляют в программу, типа, в чёрно-белый видит? Да-да-да-да. Кто там пукнул на заднем фоне? Кто там стакан расплавил до поля часа уже? Вот, и из-за того, что у нас не было реально каких-то прям вот суперфинансовых возможностей, потому что, честно, на тот момент я жила по принципу, не то что от зарплаты до зарплаты, потому что у меня как таковой зарплаты не было. Я работала на фрилансе, то есть вот сколько там съёмок я сделаю, столько, собственно, денег я и получу. И у меня была машина в кредит, я снимала квартиру с ребёнком, и у меня не было такого, что вот там у меня какие-то супербешеные гонорары. Я, блин, со всеми дружила, артистами, и в основном... Да, конечно, я тебя одену, да, конечно, бесплатно, да, конечно, я всё сделаю. Ну, то есть это в основном всё было супернеприбыльное дело. И многие, видя меня со стороны, даже вот мой муж тогда, он говорил, блин, я как бы все знали, что там я работаю с Верой Брежневой, я работаю там со многими-многими артистами... Ну да, это выглядит как будто ты стилист-миллионер просто. Да-да-да, то есть все думали, что там, боже мой, она как минимум ездит там, не знаю, на Мерседесе. И когда, ну, мы с ним уже потом разговаривали, он говорит, слушай, я когда узнал, что ты ездишь там на Kia Sportage, по-моему, называется такой, типа как джипик небольшой, я так удивился, потому что, ну, типа, ты, да вообще, ну, ты казалась какой-то там вот типа суперзвездой, а я вообще, ну, как бы далеко не. И, ну, как бы все свои гонорары, честно говоря, я тратила небольшие... На одежду? Нет-нет, я вообще не шапоголик, прикинь, вообще, реально. Я, у меня дофига сумок, ну, это сейчас, а тогда вообще я не шапоголик, потому что я работала по... Вот, и пройма там, типа, вот такая. Все пошире, вообще. Все, в общем, побольше. В 30 раз больше. И когда мы начали обсуждать, типа, где расположить логотип, он изначально был тоньше, чем сейчас, это были маленькие буковки, прям он был очень-очень-очень аккуратненький, очень тоненький, и Коля его сам написал, сам придумал, ну, уже из какого-то... Какой-то это был шрифт, который он чуть-чуть сам переделал, я не помню, к сожалению, название. Вот, то есть это было прям максимально тоненькое слово. Вот, и мы когда обсуждали, типа, куда его приделать, это слово, собственно, мне Коля говорит, нет, я бы хотела, чтобы там где-то вот там сбоку на рукавчике, или там где-то, ну, чтобы не было очень заметно. Я говорю, блин, прикинь, ну, из-за того, что у нас нету бюджета, это не какой-то там продуманный ход, это просто для нас логично. Слушай, а не кажется ли тебе, что вот начинающие предприниматели, которые очень много думают, анализируют, делают там кастдевы, вот они в этом закапываются и не могут ничего родить, а классные идеи рождаются вот так, как ты рассказываешь. То есть, хоп, пришло, сделали. Да, прикинь, самое смешное, что я не знаю, что такое кастдевы. И не надо. Я иногда, когда что это, ну, наверное, наверное, это нужная вещь, наверное, я не знаю, но вот у нас как-то вот оно работает. Что рождается, рождается само. Оно вот просто из нашей логики, что, типа, вот, там, допустим, мы сделали, мы когда открывали свой первый магазин, мы решили, что там будет обязательно, ну, типа, не кофейня в понимании, прям, вот кофейня со столиками, а, ну, типа, кофе с собой. Да. Мы начали делать, ну, типа, симпатичные печенюшки, чтобы человеку было просто прикольно пить кофе и есть красивую печенюшку. Ну, вот по факту во всех этих деталях и кроется виральный маркетинг, то, что люди потом хотят рассказывать о бренде, то, что люди хотят делиться, да, это всё фотографировать. И если раньше там даже для кого-то это было в новинку, то сейчас такие штуки, это уже must-have. То есть, если ты этого не делаешь, то ты даже не стоишь на месте, а ты катишься назад, то есть всё это нужно продумывать. Блин, мне кажется, он огромный. Я такая, о, это просто то, что надо, идеально. И я в этом свитшоте ходила на все съёмки везде, где я была, а у меня, ну, как бы я каждый день на какой-то съёмке. Со звёздами. Да, 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 да. И я работала в нескольких журналах еженедельных, которые там вообще по 2-3 съёмки в день у меня происходило. И в какой-то момент я приехала с Верой Брежневой на съёмку «Угадай мелодию», по-моему, «Угадай мелодию». И ей делали пока макияж, просто было тупо прохладно в гримёрке, и я ей дала свитшот свой, она его одела, такая, ой, слушай, прикольная кофта, чё за кофта? Я говорю, да, вот мы с Колей, типа, решили делать одежду. Она такая, ой, прикольно. И всё, мы её сфотографировали, и это не то, чтобы, знаешь, прямо вот она выложила, и завтра мы проснулись там супербогатыми. Облом был в том, что, ну, как бы, когда тебя отмечает какой-то известный человек, ты, как бы, по сути, должен быть готов к спросу, да, потому что если там продуктов, то тебе на завтра покупатель скажет, слушайте, да идите вы нафиг вообще, ну, как бы, ну, нету, ну и хрен бы с вами. И мы, если честно, мы этого, к этому не были готовы. И, опять же, сегодня это уже существует, это понятная схема, она уже там как-то называют, краудфайндинг называется, когда ты там во что-то вкладываешься, что скоро, типа, будет готово. А на тот момент мы, ну, я, по крайней мере, я этого не знала, и Коля придумал такую фишку, что, типа, блин, у нас нету денег, чтобы произвести эти продукты, но давай мы, типа, напишем, там, на тот момент у нас, по-моему, кофта стоила 5500 или что-то такое, 5500, по-моему, да, мы ничего на этом не зарабатывали, естественно, потому что когда ты делаешь одну вещь, там, или две, или три, или пять, это очень дорогая себестоимость. И устроили такую штуку, мы выложили фотки, и вот, если вы купите сегодня, то там, типа, цена будет 5000, там, на 500 рублей дешевле, ну, типа, вы получите, там, через 10 дней. И таким образом мы набрали какое-то количество предзаказов, взяли эти деньги, быстренько отнесли, вот, рекламное агентство шили, там, ещё пять кофт, продали их. Для того, чтобы начать развиваться, просто всё перевкладываешь, перевкладываешь, а дальше, где была вот следующая точка роста? Вы начали шить коллекции, да? Да, мы, на самом деле, смотри, из-за того, что я не дизайнер, из-за того, что, ну, Коля изначально не, там, бизнесмен, у нас никогда не было какого-то, знаешь, прям вот, там, мы закончили курсы, там, в Сколково, или, там, школу бизнеса, там, где-то. Мы всё делали, на самом деле, не зная, как это должно быть. Да, поэтому у нас не было, знаешь, установки, что так, вот, по правилам нужно, там, составить бизнес-план. Мы знали, что так вот должно быть, поэтому, когда нам, знаешь, некоторые люди говорили, что некоторые пиарщики, с кем я сотрудничала в рамках, ну, там, типа, вещей для звёзд, я брала вещи для звёзд на съёмки, и мне многие говорили, ты чё, с ума сошла? Вот, типа, один свитшот у тебя есть, ты, ну, типа, делаешь бренд из одной вещи, так не бывает. Так, типа, ну, у вас ничего не получится. Я такая, блин, ну, вот, ну, может быть, ну, может, всё-таки, вот, вы там, обратите на нас внимание. Мне все говорили, не-не-не-не-не-не-не, это не работает, так точно не будет, и ничего точно не получится. И из-за того, что, ну, как бы мы не знали правила игры от успеха, блин, я вам лучше расскажу, где мы воссрались, просто, чтобы вы, типа, не сделали точно так же, но какой рецепт успеха, я не знаю, прикинь, вот. Я вижу ваш рецепт успеха в том, что вы очень быстро принимаете решения, то, что вы не дрочите циферки, да, вот эти все, потому что, когда ты начинаешь закапываешься вот в этом написании планов, стратегий, начинаешь считать там что-то, ты быстро понимаешь, что, бля, лучше вообще этого не делать, а когда ты на энтузиазме что-то запускаешь, пробуешь, и самое главное, что видна любовь в ваших глазах к тому, что вы делаете, я думаю, что рецепт успеха в этом, не в каких-то там планах, стратегиях, рекламных кампаниях, возможно, а в том, что вы любите своё дело, это очень круто, это чувствуется. Спасибо, но на самом деле, прикинь, я иногда слушаю, ну, то есть... Для того, чтобы привлекать больше клиентов, чтобы строить свой бренд, это всё равно нужно держать всегда в своих руках, под контролем, и вкладывать себя, то есть бизнес — это не то, что ты всем задания раздал и ушёл там чилить, да, а то, над чем ты работаешь каждый день и вкладываешь кусочек своей души, это вот первый, наверное, мой вывод из того, что мы обсудили сейчас, и второй вывод — это вот это как раз идентификация, индивидуальность в мире, где всё придумано, где куча людей делают бизнес и пытаются что-то продавать, очень важно выделяться, очень важно, чтобы, правда, классно Алиса сказала, вот такой прям можно из этого тест сделать, когда ты делаешь, да, скриншоты других магазинов, смотришь, они все одинаковые, вот стоишь ты с ними рядом, ты такой же одинаковый, либо тебя могут идентифицировать, круто, давайте зафиксируем это и прям запомним, это будет такой тест Алисы Бохе на индивидуальность бренда. Слушай, а про вашу сильную историю… Слушай, а про вашу сильную историю перед, вот в конце 21-го года, перед всем известными событиями, когда всё это у нас отрубилось. Вот мы сделали это только тогда, типа вот в эту, вот… Типа на недельку попробовали, да? Типа на недельку попробовали, да? У нас пара месяцев, наверное, это работало, дай боже, и всё. И до этого у нас не было никакой рекламы. Продукт, который продвигает себя сам. И мы сделали, знаешь, наверное, мне кажется, я сейчас опять, наверное, сейчас некоторые скажут, что, блин, вот она там про себя что-то говорит, но когда мы запустили свои вещи, вот у меня муж… А у нас всё вот это дерьмо не на заднем плане, кстати? Те ли не на заднем плане? Я имела эту шмотку, извините, пожалуйста. Извините, склейка. Привет, чё, закончила? Да дайте поговорить, да господи. Зайка, налей. Давайте на секунду, стоп, налей, пожалуйста, маме матери своей родненькой водички. Будет с другом. А лучше два ещё. А теперь задний план, без пачкан. Да-да, сейчас мы всех по плану дрем. Можно две водички, если не сложно. Я кофеёчком нормальную таля жажду. У меня уже просто… Ещё я тоже закинула. Красивая, Вера. Да. Ещё один. Благодарю. Там салфетку подальше, мне кажется, не очень, да, она лично. Вот туда закинь её куда-нибудь подальше, да. Да, вот туда. Я её специально тут кладу. Вот так? Да, нормально. Благодарю. Отдаю. Спасибо, Вера. Ага. Мам, можно ещё? Смешайся. Чего? Мам, зайди, зайчик. Ну что? Что? Нам бэков хватит. Не задают рынку планку. Теперь остальным тоже придётся тратиться на коробки. Если честно, мне хочется верить, что, ну, по крайней мере, там, на…